Сегодняшний день главным проводником и носителем идеи вот этих самых криптовалют, о которых я мало чего знаю, но ты в эту тему погружен достаточно глубоко, я знаю, ты сейчас ведешь несколько проектов, связанных с криптовалютами, вот на почту школы мы получаем очень много вопросов, связанных с тем, а что же это такое, зачем это вообще надо, не является ли это, значит, выбранным лукавым, у нас вопросов очень много. Ну, во-первых, я, наверное, должен изначально рассказать кратким вариантом, каким образом я сам попал в эту историю и почему мне стало это интересно. Многие годы я на профессиональном уровне, это не увлечение, я пытался найти разрешающую способность для монетизации культурных ценностей. Не для распродажи ни в коем случае, не для обеспечительных мер, чтобы это кто-то мог воровать и продавать и так далее и тому подобное, а именно монетизация. То есть, когда коллекционер хочет, чтобы его коллекция и существовала, и давала возможность ее развивать через какие-то монетизационные истории. Мы прошли очень много с моими соратниками всяких историй, долго искали какие-то законодательные возможности на территории Российской Федерации. За этот период времени я стал апологетом объяснительной конструкции, что на сегодняшний день в музеях Российской Федерации и в запасниках, и в архивах хранится гигантское состояние, которое в десятки раз превосходит бюджет Российской Федерации, как возможность привлечения международных инвестиционных средств, обеспечительных мер, применительных к финансам в этой сфере и так далее, и так далее, и так далее. Но все это не движется, и все это как-то не происходит. В конечном итоге я погрузился в сферу, тогда это было именно криптовалюта и модное слово, и почему это так живет, и что такое деэмиссионность, то есть, где не существует единого эмиссионного центра. И вдруг оказалось, что именно культурные ценности могут быть основанием для выпуска эмиссий, то есть, некой обеспечительной меры, по законодательству многих государств, быть обеспечительной мерой для электронных денег. Вот здесь мы приходим к разделению и к объяснению глоссария, что на сегодняшний день очень необходимо и требует время для объяснения людям, что же такое криптовалюта и что такое электронные деньги, что такое цифровая экономика, наверное, в полном понимании этого слова. Так вот, криптовалюта – это слово, которое определяет сферу, в которой существуют эмиссии деэмиссионных денежных средств, даже это не денежные, а средства оплаты каких-то услуг, либо взаимоотношений между двумя людьми, между двумя компаниями, человеком и компанией. Но задача криптовалют является в том, чтобы создать спекулятивную среду и создать необоснованную, я бы сказал, добавочную стоимость к той единице, которая выпускалась изначально. И в большинстве своем они не являются ни обеспеченными, ни системными. Это такой рынок, самообразующийся для потенциальных молодых инвесторов и видения какого-то будущего мира, в котором, в принципе, реального производства изначально не предусматривалось. А вот электронные деньги в части цифровой экономики – это довольно сильно регулируемая среда. Существует немало решений различного рода и правительств, и центральных банков по поводу регулирования эмиссии электронных денег. И они, в свою очередь, тоже делятся на три части. Существует корпоративный периметр электронных денег, то есть, когда одна корпорация под свои собственные отношения внутри корпорации выпускает через финтек. Финтек – это такой финансовый инструмент, как некий маленький центробанк, зарегистрированный по определенным законам в определенной стране. И он проводит эмиссию для корпорации, обращающейся к нему, для того, чтобы у них появилось свое ядро денег, чтобы им не обращаться за кредитами в банк, за какими-то обеспечительными мерами во внешнюю среду. Они уже тогда закорпорированы внутри и живут в этом. Соответственно, существуют корпоративные электронные деньги, их очень много и в Европе, и в Азии на сегодняшний день, да и в Америке. При всем при том, что еще одно очень популярное в последнее время ICO теперь в Америке приравнено к ICO и так далее. Это тоже отдельная тема обсуждений, и мы, может быть, когда-нибудь погрузимся в объяснение каждого термина, что имеет необходимость. Но, скажем так, на сегодняшний день это все менее и менее становится актуальным, потому что ICO в первую очередь именно присоединены для понимания криптовалют, а не электронных денег. Вторая часть электронных денег – это часть, которая относится к региональным деньгам. То есть, когда регион сам принимает весь бизнес на территории региона, либо его часть принимает решение, что географическим образом они замыкают экономические действия внутри этого региона и в виде конкретной электронной денежной единицы оборачиваются в этом регионе в виде этой электронной денежной единицы. И третья составляющая – это национальные электронные деньги, которые уже на географическом и политическом уровне являются эмиссией определенного государства, но не привязанной к центробанковским решениям этого государства, либо, соответственно, глобальным регуляторам Европы, либо Америки. Вот эти три пункта в понятии электронных деньги являются подводной частью айсберга. Решений по этому поводу очень немало, и они далеко не последнего времени. Более 70 лет существует малоизвестная швейцарская денежная единица ВИР, которая существует на территории Швейцарии и которая оборачивается исключительно между гражданами Швейцарии и только в платежных системах Швейцарии. И большие швейцарские финансисты не раз говорили о том, что именно вот эта денежная единица и ее замкнутое обращение исключительно на территорию Швейцарии спасало от глобальных финансовых потрясений территорию Швейцарии не один раз за последние сто лет. И эта ситуация как раз показывает, каким образом это стабилизирует экономику. Во-первых, она ее замыкает, эта денежная единица. Таким образом и управление государством, и внешняя среда видят стабильную единицу, которая взаимоотносится внутри данной территории. Вторая вещь, она является обеспеченной валовым оборотом этой территории. То есть все бизнесы, неважно, это хлебопекарня, выращивание зерна, либо ковка металла, либо торговля, либо услуги гостиничные, но они все имеют свою единицу хождения между друг другом. Вот здесь очень важный момент, чтобы люди, которые имеют отношение к финансовым кругам, четко понимали, что электронные деньги, по сути дела, являются отложенным платежом. То есть через промежуток времени человек может, тот, который купил себе электронные деньги в интернет-пространстве, либо получил их через хождение внутри какой-то закрытой системы, он может прийти и обменять их либо на фиатные деньги, на обычные деньги, национальные, через банковскую систему, что позволяет европейское законодательство на сегодняшний день. Либо он может востребовать, если он собрал все деньги, эти электронные, которые зацикливали какую-то вещь, которая являлась обоснованием для выпуска этих денег, он может востребовать эту вещь, допустим, либо что-то как обеспечение. Соответственно, так или иначе, эта единица обеспечена. Ее глобальная разница с валютами реальными, денежными, единицами мира заключается в том, что она не привязана к каким-то эмиссионным центрам. То есть она выпущена для чего-то. Для конкретного действия. То есть для обращения внутри региона. Для создания какой-то фабрики, либо конкретного предприятия. Для создания чего угодно, но она, а, обеспечена, б, она может быть переведена в обычные фиатные деньги. На сегодняшний день 16 европейских банков переводят в естественной среде электронные деньги, выпущенные, проимитированные лицензированными финтеками, финансово-техническими структурами Европы, в обычные фиатные деньги. В обычные деньги государственные, в смысле евро, доллары и так далее. Но это не криптовалюта. Это не криптовалюта, это электронные деньги. Дело в том, что все смешалось с доми обломских. Сейчас криптовалютой называют все. Все, что не является реальными денежными средствами, все называют криптовалютой. Криптовалютой называются, как я уже говорил, эмиссии платежных средств, которые ходят и в интернете, а теперь и воочию. Биткоин и эфириум оборачиваются через банковские системы Японии, Азии. Оборачиваются фиатные деньги. И биржи расторговывают, их можно каким-то образом перевернуть через различного рода биржи, перевернуть в реальный инструмент жизненный абсолютно. Но это вещи, которые были зациклены на спекулятивность изначально. То есть ими пытались таким образом, как это модно говорить в этой среде, спылесосить огромное количество малых инвестиционных средств. Очень важный момент, который и криптовалюта, и электронные деньги произвели в экономике мира, всего мира, это изменение фактуры, реальной фактуры инвесторов. То есть сейчас для того, чтобы получить инвестиции в размере 10 миллионов долларов от банка, ли, либо крупного инвестора, не обязательно убеждать одного инвестора и один банк. Можно предложить это рынку через, и здесь вариант, электронные деньги, криптовалюты, ценные бумаги, еще что-то, еще что-то. И дробление этих вещей вам наполняет тот кошелек, который необходим вам для осуществления проекта. Дальше вы делаете проект и либо возвращаете деньги людям, если они вас требовали в виде денег, либо вы дальше живете в этой парадигме каких-то конкретных электронных, либо криптовалютных средств. Соответственно, уровень инвестора оказался на уровне того, что мне не нужен миллион долларов, мне нужен миллион человек, которые дадут по одному доллару. И вот это основное действие, которое за последние 10 лет произвел рынок криптовалют и электронных денег. Причем, действительно, глобальный скачок произошел за последние 3-4 года. Такой прям гиперскачок в понимании. Это во-первых, а во-вторых, за последние 2 года начались очень быстрые волнообразные процессы, которые вырастают прямо в цунами. Я не так давно нашел статью начала 2016 года, 20-х чисел января 2016 года, в которой описывается момент, известный как первая оплата биткоином пиццы в Италии. Человек заплатил 10 тысяч биткоинов за одну пиццу. И автор статьи говорит о том, что сейчас бы за эти деньги пол-Италии могло бы есть эти пиццы. По той простой причине, что... И дальше очень важный момент. Биткоин на сегодняшний день, как пишет автор статьи, стоит 300 долларов. Январь 2016 года, сейчас у нас сентябрь 2017 года, меньше полутора, чуть больше полутора лет. За этот период времени биткоин прошел путь от 300 долларов за один биткоин до 4600 с лишним долларов на сегодняшний день. И мы понимаем, что вот этот гигантский скачок не может быть произведен никакими видами бизнеса. Это исключительно спекулятивная составляющая. И в экономике, и в финансах. А дальше это происходит как большой-большой снежный ком. Какие-то глобальные институты власти в разных государствах. Кто пытается запрещать? Кто, наоборот, отпускает всего же правления и пускай живет как хочет? Ну вот, один из известных моментов. Грузия на сегодняшний день предложила, не предложила, а уже законодательно закрепила, абсолютное процессинговое, эквайринговое, эмиссионное хождение всех видов криптовалют и электронных денег на территории Грузии. Соответственно, и имитировать, и процессить взаимоотношения с банковским через Грузию сейчас смогут все виды электронных денег и криптовалют в мире. Но тоже очень важный момент понимать, что и криптовалюта, и электронные деньги – это вещь, это единицы, которые, когда говорят, они абсолютно нерегулируемы, это неправда. Потому что это некие взаимоотношения между человеком и человеком, компанией и человеком, компанией и компанией, финансовые взаимоотношения, которые просто проимитированы вне систем, глобальных систем, сложившихся до сегодняшнего дня. И дальше возникает вопрос, а где зарегистрирована та площадка, которая проимитировала? И, соответственно, она возникает в Европе, либо в Сингапуре, либо в Японии, либо в Америке. И дальше возникают как раз вот эти моменты. Было это сделано на основании ICO, просто придумано как полпалец потолок, и почему потребитель этому поверил? В Европе существует такое дивное постановление Центробанка Европы 2009 года, 2009-110, которое полностью описывает взаимоотношения лицензиатов в виде финтеков, которые будут имитировать криптовалюты, либо электронные деньги, и регуляторам в виде Европейского Центробанка. Дальше там описываются протоколы, процедуры, каким образом это все происходит и так далее и тому подобное. Поэтому, когда говорится, что это нерегулируемая среда, это глупость. Естественно, среди криптовалют регулируемых способов все меньше и меньше, по той простой причине, что они могут перетекать из территории в территорию, площадка может менять свою территориальность, предлагать другого рода услуги. И поэтому здесь потребителю самому нужно следить за тем, как он живет в Биткоине или в Эфириуме и так далее. А потом в процессе так произошло, что как раз создатель Эфириума, он придумал еще один глобальный процесс в виде майнинга, который был запущен в мир в виде программного решения. И вот это действие майнинга – это некое программное решение, которое при количестве определенного рода техники, конкретной техники компьютерной, позволяет увеличить свое владение тем либо другим криптовалютным инструментом. То есть у меня там один биткоин, а если у меня стоит ферма огромная, которая путем вычисления свободных биткоинов их затаскивает ко мне, то я, естественно, зарабатываю таким образом. Соответственно, люди кинулись майнить, покупать большие фермы, скупать, зарабатывать на этом. И это, наверное, тоже очень хорошо, но это тоже конечно. С каждым днем увеличивается как количество фен, так и форма игры во всю эту историю. А криптовалюта, даже сама криптовалюта – это жестко имитируемая история. То есть даже доэмиссионный персонаж или либо структура, которая выпустила эту криптовалюту, она все равно ограничивает эмиссию. То есть каждый день ее не допечатывают. Она вот как зафиксирована на определенном объеме, там, ну не важно, миллиард долларов, 10 миллиардов долларов, 20 миллиардов долларов. Так она и стоит. Соответственно, купить больше, то есть в системе больше не будет. И процесс затормаживается, сложнее становится и так далее, и так далее. То есть, соответственно, на сегодняшний день та форма майнинга, она уже не совсем работает. Сейчас придумывают новые формы майнинга, которые тоже работают. Это новая жизнь всего мира. Но она позволяет на сегодняшний день создать условия для того, чтобы человек сам определял экономические парадигмы. Наверное, многие знают случаи, как минимум, а я думаю, что многие имеют либо друзей, либо близких, которые пытались получить средства под какие-то свои проекты, из банков ли, от больших инвесторов и так далее и тому подобное. Естественно, у них это не получалось. То есть банки отказывали, процентная ставка огромная и так далее. И, соответственно, вот все системы, которые связаны с криптовалютами, либо электронными деньгами, они как бы размораживают это. То есть весь мир участвует в том, либо в другом проекте. Весь мир. То есть с миру по нитке, великая русская фраза, к тому самому рубашка. И это то обоснование, которое сейчас и направляет вот этот огромный поток освободившихся интересантов с одной стороны, а с другой стороны игроков. То есть одни дают, в это вкладывают реальные деньги, а другие потребляют и реально производят какие-то интересные проекты. Здесь очень важный и не совсем лицеприятный для России момент, который тоже нужно было бы прояснить и объяснить. Мы в мировой экономике менее 2%. Это всем известный факт. Соответственно, учитывать нас в цифровой экономике на сегодняшний день не представляется возможным более чем на 0,8% одного процента. Соответственно, в случае, если проект возникает на территории Российской Федерации, мы понимаем, что действительно его финансирует весь остальной мир, а не русский мир. Московский, либо сибирский, либо еще какой-то. Поэтому этот процесс у нас только-только начинается, только-только запускается. И в основном площадки все за территорией Российской Федерации, которые тоже нужно очень важный момент сказать сейчас, это то, что в России до сегодняшнего дня не существует законодательной базы, которая регулировала бы оборот и взаимоотношения в мире электронных денег и криптовалюты. На основании чего вы работаете? На основании законодательств там, где находятся площадки. А площадки находятся не в территории России? Те площадки, которые находятся на территории Российской Федерации. А эти площадки у нас образуются на территории России? Огромные. Они и образуются сейчас, есть уже площадки, которые, но это на свой страх и риск, потому что закон может их запретить. Я понял. А вот вчера, или позавчера, была какая-то информация, посредством массовой информации, в частности, по радио услышал, по радио, ну, какой-то из радиопередач новостной, что вот на Дальнем Востоке, наконец-таки, нашему кому-то Дальневосточному банку разрешили, там что-то или дал Центробанк, какой-то лицензию на обороты, или это все это так. А сегодня Центробанк, российский, вернее вчера как раз, Центробанк и российский, и китайский запретили. Российский в виде рекомендательном, потому что он не имеет законодательной инициативы, хождение электронных денег и криптовалют по территории Российской Федерации. А китайский запретил на уровне запрета. И, допустим, если регион Дагестана принимает для себя решение, что они, допустим, в Германии, выпускают свои электронные деньги, а так как это софт, то есть это просто вхождение электронных учетных записей, не более того, то в этот момент времени, во-первых, а, это не только 65 миллиардов рублей, которые накоплены среди дагестанцев, а под определенные проекты начинают действовать конкретные деньги, еще и собираемые с мира, действительно, продолжают. Это же интернет, все видят, интересная территория, конкретный инфраструктурный проект. Мы начинаем свои деньги вкладывать для того, чтобы он осуществился, и по осуществлению он будет приносить деньги, которые будут идти и к нам, и людям дальше будет там продолжаться жить хорошо. Такая история из последних, на моей памяти, крайних. Это сардинские региональные деньги, в Сардинии были выпущены именно по причине того, что Сардиния никак не могла найти инвестиционных отношений на предмет строительства, ну, вернее, не строительства, а прямо увеличения и качественного развития аэропортовой зоны, аэропорта. Они выпустили свои региональные деньги электронные, что им позволило в течение полутора месяцев, а на 18% увеличить экономику самого региона. Потому что же мы понимаем, на сегодняшний день, так как это все регулируется глобальным финансовым институтом, который делегировал свои права банкам на территорию, по ходу теряется не одна копеечка, а очень-очень много копеечек. И народ этого не видит. Народ не видит, как эти копеечки куда-то уходят, раскатываются, где провальные проекты у самих банков, где провальные проекты у общефедеральной. Плюс мы тоже знаем все прекрасно, и в Европе это так и у нас, что федеральные деньги, либо деньги глобальные, доходят очень тяжело и с очень большим опозданием. Соответственно, это первое решение. И с потерями. Да, и с потерями. Это первое решение. Плюс оно не позволяет чиновникам сдаимствовать на территории, потому что сама единицам сдаимствование исчезает. У нее нет хождения. Да, не принесешь взятки в этой... Да, абсолютно. Я должен на кошелек определенного чиновника зачислить эти деньги, а это сразу хостер видно. Ну, то есть это видно в электронной системе. Соответственно, это упрощает отношения на регионе. Таких историй в мире очень немало, когда определенный регион принимал для себя такое решение и создавал такую экономическую модель жизнедеятельности в своем любимом регионе. И самое интересное, что по отношению к соседним регионам, которые тоже создавали такие модели, выстраивались очень своеобразные экономические отношения. Чем лучше жизнь в этом регионе и чем правильнее работает его система, тем больше взаимоотношений у всех остальных с этим регионом. А соседние, у которых проваливаются какие-то, а скрывать это невозможно в цифровой системе, они провисают вниз. Это все вот прямо на плаву, это видно, это можно увидеть в цифровой системе. Можно зайти на определенные сайты и посмотреть, как определенный регион Германии живет по отношению к другому региону. Не так давно средства массовой информации активно будировали тему, что Швеция на законодательном уровне приняла решение о том, что они выходят из договора о евро и в их стране, в Швеции, оборачиваться бумажные деньги какого-либо вида более не будут. То есть будут действовать либо карточки принятых систем, либо как раз здесь региональные деньги. И все регионы Швеции сейчас занимаются тем, что они выпускают свои региональные деньги. Таким образом, с одной стороны, оздоравливается экономика каждого отдельно взятого региона. Б. Есть абсолютно четкий отчет, которому нельзя перечить и обманывать на нем невозможно. В котором показывается статистика реальных финансовых оборотов и взаимоотношений внутри региона. И эта статистика одинаковая, что для булочника, что для президента. Ну, посмотри, ты интересные вещи рассказываешь, да? И они вроде бы для меня, даже человека далекого от финансов, от экономики, они вроде бы очевидны. Ну, давайте, во-первых, вспомним, что наша власть начала осознавать реально о том, что такой инструмент существует всего лишь в июне этого года. Потому что какими-то теми... Там же продвинутые экономисты, вся эта Ясеневская школа, это РАСРАХСНИКС, вот этот знаменитый... РАСРАХИГЭС. РАСРАХИГЭС, да, вот этот знаменитый, с ректором МАУ. МАУ. Ну, в общем, вся эта Гайдаровская школа... Ну, Гайдаровская школа в данной ситуации для них инструмент криптовалют и электронных денег, это разрушительный инструмент. Для всего либерального сообщества это разрушение. Потому что прекращается контроль банковского сегмента, либерального сегмента, над реальными осуществлениями жизни человека. Реальными проявлениями. То есть, фактически, я на утро могу проснуться с свободным и сказать, ну, у вас все банки. Так есть. Вы шакалы, вы проценты берете, коллекторов там посылаете, они из пистолетов по людям стреляют, взяли, чтобы 2 тысячи вернуть. Это уже происходит, потому что уже нередки случаи, в том числе и в Москве, когда человек не обладает даже кошельком. У него нет ни карточек, ничего, у него все загнано в его мобильный телефон. И, соответственно, в этой ситуации, когда он приходит что-то оплатить, его банковская система, особенно если это сингапурская, либо японская банковская система, оборачивает его же накопленные биткоины, допустим, либо эфириумы, в реальные фиатные деньги для оплаты здесь, в Москве. Поэтому вот этот момент свободы, он уже происходит. Но это не беспредел. Вот это очень нужно понимать, важно. Потому что все говорят, тогда все мы сейчас будем... Это не вождь, скажем так, не из вождя, как это честно. В принципе, можно дойти до крайности. И мы помним фразу покойного старика Рокфеллера, который сказал, что справедливость финансовая наступит только тогда, когда у каждого человека будут его собственные деньги. И говорилось это применительно к тому, что тогда возникнут прямые доверительные отношения. Вот я верю, Александр Горонович, вашим деньгам, конкретно вашим. Я спокойно их приму для оплаты своих услуг, ли товаров, и так далее, и тому подобное. Так же, как вы верите мне, и примите мои. Соответственно, это прямые доверительные отношения. А доверительные отношения сегодняшнего дня контролируются огромным количеством фиатных денег. Что это такое, да? Мы понимаем. Теперь уже и плюс еще там криптовалют и всего остального. В принципе, мы недавно рассуждая об уровне проникновения до единицы, до одной персоналии. Пришли к выводу, что в принципе электронные деньги можно создать под одного единственного человека, описав его через промежуток времени. То есть, если сейчас я вижу, допустим, 16-летнего молодого человека, у которого очень высокий IQ. И большие задатки, и видно, какие таланты в нем заложены, это проявляется. То я понимаю, что ему нужно дать образование, ему нужно дать среду, в которой он это разовьет. И через промежуток времени его таланты плюс его образование дадут вот такой-то экономический эффект. У родителей нет денег на то, чтобы он получил это образование, и нет связи, чтобы он попал в эту среду. Соответственно, мы, как финансовая сфера, ему это предоставляем в надежде на то, что он это осуществил. Дальше он это осуществил, и мы получаем, естественно, с этого свои а дивиденды, если это было описано именно в такой структуре экономических отношений, Б, просто реально подтвержденные денежные средства, которые вырабатывают уже как сложившееся лицо. Поэтому довести до уровня одного человека можно. Но это на сегодняшний день пока что розовая мечта и иллюзия. Соответственно, пока мы живем даже на ненасыщаемых проектах. Вся проблема заключается в том, что, с моей точки зрения, это реальная проблема, что огромное количество и проведенных ICO, вот этих именно выпусков, токенов, криптовалют и так далее, и тому подобное, и всяких историй, связанных с выпусками необеспеченных ценных бумаг. Это предложение миру некой формы аферизма, и в хорошем, и в плохом смысле этого слова, для вытаскивания из мира денежных средств. Инвестор зачастую не умеет разобраться, не имеет знаний, навыков в том, чтобы разобраться в том-либо в другом проекте. А ему предлагаются проекты заведомо неосуществимые. Ему предлагают проект о выпуске мобильных телефонов в конкретной взятой территории, без возможности их перемещения, а здесь даже вышек нет. И кому нужны эти телефоны, и так далее. И этого очень много на сегодняшний день. Не говоря уже о просто ментальных неких иллюзиях, которые предлагаются народу. Причем это исторически так сложилось, что это не только в парадигме криптовалюты, либо там электронных денег на сегодняшний день существует, и именно сейчас так сложилось. Нет, это было исторически очень часто. Мы помним знаменитый Панамский канал, которые люди, которые собрали деньги со всего мира инвесторов, и тихо, аккуратно исчезли, растворились в пространстве. И таких акционерных обществ, которые создавались и моментально исчезали, было в истории не так мало. Мы помним великую историю МММ в Новой России. Поэтому все это очень напоминает подобного рода истории. Весь вопрос именно разобраться в том, чему вы доверяете. То есть, если я доверяю эфириуму и тому майнингу, который на сегодняшний день происходит, я вполне возможно вложился бы в эфириум. Либо я не доверяю ему и не вложусь. И так далее, и так далее, и так далее. Плюс сейчас очень важно разбираться в тех площадках, которые дают возможности вокруг этого. То есть, есть площадки, которые предлагают, допустим, эксченж-системы. Вы можете войти и купить себе биткоины, поменяться на биткоины. Это обычный обменник, по сути дела. Что они предлагают? Реально ли это вам предлагается в виде биткоина? По той простой причине сейчас очень много в интернете площадок, где вам предлагают так называемые смарт-контракты, либо контракт на извлекаемую маржу. То есть, вам предлагают играться без зачисления в ваш кошелек, в вашего биткоина, а вы даже этого не знаете. Поэтому во всем, естественно, я призываю всегда только разбираться. Только тогда, когда ты разобрался и ты понимаешь, что ты делаешь, тогда и делай. Либо у тебя есть доверенное лицо, которое в этом разобралось, оно и делает. Я доверяю ему, передаю ему денежные средства свои, либо какие-то инициативы, связанные с этим процессом, и пускай он и делает. Но, как я начинал говорить, с точки зрения монетизации культурных ценностей, наверное, это самый потенциально интересный инструмент на сегодняшний день. Потому что каждая культурная ценность является обеспечительной мерой. Она имеет ценностную категорию, как в рамках того, из чего она произведена, либо как она произведена, либо тех людей, кто с этой ценностью общался, ее значимость, медиазначимость. И тогда человек, покупая какую-то денежную единицу и вкладывая туда реальные какие-то деньги, понимает, что в случае чего все обеспечено именно этой единице. И тогда мы понимаем, что на каждую культурную ценность, по идее, на каждую, при определенных обстоятельствах, можно создать набор своих денежных единиц, которые не будут привязаны ни к ФРС, ни к Европейскому Центральному Банку, ни к Банку России. Ну, смотри, как интересно. То, о чем ты говоришь, в активматериале. Да, возможно. Да, возможно. Мало того, это имеет конкретную точку выражения. Ну, то есть, есть еще такое тоже модное на сегодняшний день слово «краунфандинг». То есть, собирание средств подо что-то. Все авторы, которые пишут книги, они сталкивались с этим за последнее время, как предложение с точки зрения, чтобы собрать некие предоплатные, либо деньги за то, что ты выпустишь книжку. Либо, как раз, вообще благотворительные деньги на то, чтобы эта работа увидела свет. Либо мы, изначально веря в то, что все это произойдет, закладываем, обеспечиваем мыслями, идеями, патентами, формами выпуск некого отсроченного платежа. Вспоминаем, что электронные деньги – это отсроченный платеж. Выпуском некого обязательства перед людьми, которые нам сегодня дают деньги, а через промежуток времени возникнут книги, расторгуются, возникнут видеоматериалы. Их посмотрит много-много людей, войдет реклама, опять же принесет средства, которые могут быть востребованы человеком. Тоже очень важный момент, который стоило бы для слушателей осветить, что львиная доля на сегодняшний день существующих инструментов в виде криптовалют и электронных денег являются медийными средствами, особенно что касается криптовалют. Потому что медийные составляющие, если нет, то тогда никто не знает, что туда можно вложиться, и точно никто не рассчитывает на спекуляцию. Поэтому, естественно, задаются какие-то опции, которые создают медиапространство. Оно объявляет всему миру, говорит о том, что есть такой-то инструмент, а давайте вложимся, а давайте добавим, и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, изначально это ведет тот, кто провел эмиссию, тот, кому это было изначально нужно для того, чтобы собрать деньги. А в конечном итоге это становится необходимым и интересным для тех, кто уже вложился во всю эту историю. Соответственно, очень важный момент, понимать, что все основано на медиа-вбросе. И тут очень важно разбираться, потому что медиа-вброс... Сейчас все мы начали бороться с неправомощной информацией, в интернете это называется деформационным процессом. Соответственно, если мы боремся с деформацией, с неправомощной информацией, то нужно разбираться, что из предлагаемых видов криптовалют либо электронных денег правда, а что не является правдой. Понятно, это крайне важно, да.